Начинаем новый влог. Просто хотела заснять эти звуки. Скоро начнется розовое небо. Оно бывает в начале июня. Блин, это такой кайф. Как будто в каком-то заповеднике. Такой зоовлог. Но еще раз географик. Включение. Девушки в костюмах. Но будет достаточно прохладно. Гулять просто офигенно. Это вот то, чего вообще нет зимой. Это такой облом дома сидеть. Ребят, привет. Незапланированное шопинг-включение на самом деле. Мы здесь с Сережей снимали абсолютно другие вещи. Но почему бы нам не зайти... О, это что, мужское? Будем смотреть? Интересно? Сереж, ты как мужчина, давай будешь комментировать. Как тебе такая двойка такая, двоечка? А, я не знала, что у них мужское есть. Даже интересно глянуть. Стремно как-то. Юниклоу-то как-то выглядит. На самом деле, не очень прям плохо выглядит. Но я имею ввиду, что как-то здесь развешено, все так отглажено, все прилично выглядит. Ну, согласись. Ну, не прям, да, вот? Ну, аккуратненько, все. А как тебе? Смотри, так это не те же Заровские джинсы, Сереж? Твоя любимая? Твои любимые мамфиты. Че, чем плохие? Черт его знает. Вообще пуговицы, как у Зара, наверное, да, походим? Ну, чем? За этот, я думаю, примерно то же самое, нет? Я не знала, что у них мужское. Смотри, какой расслабленный аутфит. Немного расслабленности. Сереж! Вообще симпотные тапки. Нет, мужское мне как-то больше даже, наверное, нравится. Удивайся, ну что? Ну, вообще, да. Что я могу сказать? Они набирают обороты. Естественно, потом будет и одежды больше, и всего. Вот мы уже закончим другой мак, и что мы видим? Что здесь намного больше всего, согласись. Посмотри, здесь... Извините, пожалуйста, где съемка в магазине? Как это? Запрещена видеосъемка. Я могу снимать в общественности, где угодно, на айфон. Вы законы знаете? У нас видеосъемка в магазине разрешена? Она разрешена везде в России. Ну, как вы можете запретить? Так, нас прервали. Нам запресили снимать, но уже разрешили. На самом деле, снимать можно везде. Но здесь... Здесь такой более... Как и в Заре, здесь такой был более цветной отдел. И здесь то же самое. Смотри, сколько всего! Ну, я имею в виду, что никак, где мы были. Платье такое. Да не снимаем мы людей! О, кстати, а вот это как из лайм. Похожие легенды. Нас преследуют просто. Мы снимаем одежду. Вот это мы и видели в галерее. Кстати, мы не видели такие басонные, типа обувь. Короче, я смотрела обзор Рогова. Смотри, вот, например, субботные штуки. Ну, так. Я смотрела обзор Рогова, и он сказал, что все завезут. И сумки там, и вообще все. Попробуем, да? Да. Но... Почему мы сделали? Все-таки, конечно же... Я зала... Нет, этот обзор лучше. Мы в Манго. И это абсолютно летняя весенняя коллекция. Ну, смотрю. Что? Что, Сереж, что тебе не нравится? Угу, Манго Раша. Ну, да. Это новое. Всевидимость, один один не сносился. Да? Мне вот такой больше всего. Я не сомневаюсь. Просто тон в тон. Нет, я такой цвет просто не выношу. Хотя у меня есть такие джинсы, но мне они не нравятся. Здрасте. Здрасте. А вот льняная рубашка, большая, с обожки, например. Наверное, кожаные. Почему? Не знаю. Странно, что ты не сказал кое-что-что другое. Я у меня... Готово. А, что-то я не вижу аксессуаров, да, Сережек? Вообще нет. Очень любила мангоские сережки. Вот начинаются. Я обожаю, например, майки в рубчик еще очень сильно. Мой любимый вид одежды. Блин. Майки в рубчик. Клевые шорты, между прочим. Это лучший мы в лайн. Обожаю. Лучший элемент одежды. Хочу в эту, в полоску. У меня онлайн заказ не делать. Я бы сейчас набрала. Еще по платьям. Просто обзор такой летний. Интересно, а если платье какое-нибудь летнее, вот можно? Платье, конечно, вот напоминаю, такая одноразовая история. Хочу поносить летом, какое-то летнее такое платьице. Но, честно говоря, вот на следующий год уже хочется что-нибудь новенькое. Поэтому платье в лайм, мне кажется, самое то. Плюс. Всякие такие штуки. Паруга тут. Нужно носочки. Целый бельевой отдел, например. Через, ты любишь лайм? Не, не нравится лайм. Поедешь домой отдельно, значит. Знаешь, когда одна уехала из Меги, разосрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, наверное, слишком близко на 0,5. 986. Воскресная уборочка. Достала из чехлов какие-то свои летние куртки. Отдыхать от вещей – это кайф. Достаешь, как будто новый гардероб. Здесь повесила кожаные. Наверху пуховики. Какие-то я оставлю. Наверное, два. Вот это точно убираю в чехол. Очень теплое пальто убираю. В ближайшие месяца три. Надеюсь, мне это не понадобится. Бомбер, наверное, пусть здесь висит. Жакет. Вот этот в полоску. Что-то, наверное, я с ним попрощаюсь. Не надо еще примерить. Что-то как-то не вижу себя в жакете в полоску. Мне кажется, может, он как-то слишком офисно смотрится. Не понимаю. В общем, теперь понятно, что носить. Ветровка с капюшоном Just Warm. Блин, сяга. Ветровка, кожаночки, бомбер. Вот эта Бэтс тоже была в чехле. Люблю ее за то, что она тоненькая. То есть вот эта весит тонну. А эта легкая, накинул. И она как ветровочка такая. Вот эту кофту очень люблю. Джинсовка у меня больше всего получилась. Так, ладно. Уберу эти вещи сейчас. Приветики. Уже следующий день. Точнее, ночь. У меня такая уборка прерывистая. Потому что у меня то есть настроение, а то нет. Я не то, что я просто раскладываю вещи по местам. Хотела выкинуть коробку. А потом думаю, стоп. Нужно же вам показать. Начну с неудачный. Это аромат, который я купила наспех. В общем, мне нужно было... Я была в галерее. Отдала свою машину. Там вниз мне меняли колеса. И я ходила по магазинам. Наспех купила аромат. Своего любимого бренда. Это от Тизианик Терензи. Да, блин. Да, у них такие шикарные коробки. В общем, купила наспех. Он мне показался каким-то супер классным. Потом на следующий день я пшикаю дома. И понимаю, что это вообще не мой аромат. Он классный. Он офигенный. Ну, просто не мое. Подумаю, что с ним делать. Не знаю. Может, продать или подарить кому-то. Повторила консилер, который был в предыдущем влоге в пустых банках. Причем я пришла в Ривгош. У них же там не было. Диор весь закончился. Я просто спросила для интереса. Я говорю, есть у вас консилер? Они такие, да, привезли. То есть, наверное, какие-то поставки через другие страны. Повторила. Он офигенный. И самая главная покупка. Белье от Агент Провокатор. У нас есть магазин на Невском проспекте. Я не снимала. Мне было лень. Я сначала начала с черных. Перемерила очень много черных. Я покупаю бюстгальтеры только без поролона. Потому что куда мне поролон? Итак, большая грудь. В общем, не нужно мне. К чему это? А, перемерила все черные. Но они какие-то суперобычные были. Я говорю, да у меня полный ящик таких. Я говорю, давайте какие-нибудь цветные. Приложу здесь фотографии, что я там перемерила. И в результате, что я взяла. Вот такое голубенькое. Такое секси. Нежное. Я голубой цвет в одежде не люблю. Он мне не уйдет. Но в белье. Плюс на загорелое тело. Я еще на фоне этого сходила в солярий. Мне кажется, если в отпуске на загар, это будет просто супер. Такое вот бельишко. Не знаю, какое оно по качеству. Как оно в носке. Первый раз. И стоило оно 37 900. По красоте, по моделям я посмотрела. Я заказываю белье от российских дизайнеров. И что я могу сказать? Что вообще ничуть не хуже. То есть у нас куча брендов всяких. И секси. И таких, и сяких. Примерно у меня все белье такое. Вот давайте я вам сейчас достану. Вот сейчас уберу агент-провокатор. Вот, например, парочку моих бюстгальтеров я достала. В принципе, я люблю все в таком стиле. Чтобы просто была сетка. Вот такое. Это все. Это на каждый день. Такое обычное. Все в сеточку. И я могу сказать, что они мне тоже очень нравятся. Вот это бордовое обожаю. Что-то рекламирую. Что-то заказывала сама. Ладно. Пусть будет агент-провокатор. Так. Еще кое-что нашла. Вот это из последнего. Я покупала. Это серое. Очень люблю. Знаете, ребята? Просто это был предлог, чтобы показать свои лифчики. Ну, просто то, что... Я на самом деле не прям долго их ношу. Я быстро избавляюсь, если что-то изнашивается. В принципе, это все такое новенькое. Я помыла кисти. Очень давно их нему, но уже просто неприлично. Есть такая, во-первых, мыло. Я купила такую пенку для умывания. Мусс для макияжа. Снимаем макияж. Нравится эта пенка. У меня есть такая штучка. У нее мыло. И вот так макияж кисти. Просто одной рукой. У меня очень удобно. Уф, я сделала это дело. Потому что они смотрели на меня с укором. Очень были грязненькие. Я просто как бабка стала с этими видами. Просто хотела вам показать рассвет. Вон мое озеро, когда я жила. Вот оно. Ой, где палец? Вот это озеро, которое было с розовым цветом. На котором был закат. И вот здесь где-то мой дом. Блин, вижу я его или нет. Да, по-моему, или нет. Жить около этого озера было круто. Да. Но дом тот был похуже. Просто как в заповеднике в каком-то живом. Мне это очень нравится. Я кайфую. Прям летом это просто кайф. Приветики. Я в Упен Труш. Хочу купить какие-нибудь украшения. Так. А, вот. Серебро. Интересно, а есть ли его постоянно носить и мыться? Или надо снимать? Отвалятся, да? Нет, его можете не снимать. Можно мыться, как вы думаете? Мыться, да. Это серебро. И здесь цирконом. Просто если вам будет самую удобность. Он большой. У него убираются эти камнишки. К сожалению, он не регулируется. Я могу посмотреть, если размер другой. Но у нас, скорее всего, он один. Клёвый браслет. Прикольный. Я фанат колец. Я обожаю кольца. Надо их взять. Мне пока там упаковывают. Я решила походить в одежде. Вообще у меня какая-то нехватка футболок. Вот конкретно. Казалось бы, да? То есть дофига. Они уже все приелись. Какие-то футболок. Свежих. By far. Ой, у меня такие же. Я в мужском отделе. Думаю, что мужскую примерить. Серая такая. Мужские футболки сидят. Вообще огонь. Напишу бренд. Мне нравится, что горлышко свободное. Мне бесит футболки, которые вот горло близко. Это вообще супер. Серая. Серая. Мужская футболка. Мужская футболка. я уже продуктовым и хотела вам показать вот эти штуки я для себя их открыла с кокосом и авокадо я обожаю это сочетание не сочетая его моего короче вы поняли очень они прикольные без молока мне кажется это новинка может и нет в общем беру мне нравится так что я здесь еще купила такие мне понравились макарошки такой формы и еще мне нравится что эта штука не молочная с манго маракуйя клубника банан но еще манго маракуйя наверное возьму вот такой прикольный перекус пусть будет я специально поехала на дороге когда выезжаешь из ольгина вот так вот продает сирень боже какой аромат класс и нарциссики себе купила кайф наконец-то все в этом году у меня есть сирень заплатила я 2000 рублей ну что я буду чувствуешь этот аромат потрясающий просто класс так надо сделать фотки сделать все стоим тут на трассе так куда мы идем мы идем на поиске новой набережной не понимаем как туда попасть фипс идем зайка может там есть мне кажется есть какой-то вон смотри там люди шастают проход слушай ну явно она где-то там надо пойти у охранника спросить да ну да 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 мне кажется вообще вход где-то там почему это вообще другой стороне почти спросим у охранника ну где-то там был да конечно это набережная хрен знает где мне кажется это вообще туда надо ехать знаешь как мы далеко или все-таки вот туда сходить или там есть проходит не близко вот там люди смотри куда они идут спроси ты и быстрей идем так на что мы здесь еще никогда не были так близко к лахте новая смотровая площадка идем смотреть метрище почему мы не можем здесь пойти я не хочу отпускать собак потому что кучу великов потому что носят неадекватно около воды же помощь неадекватно себя ведет ветер сильный какая классная площадка смотри она сразу вот просто неадекватно себя ведет это она воду сумасшедшая выглядит страшно воскресенье серёж тут восемь утра серёж по твоей ветровке восемь утра восемь утра 740 этого на экскурсию в рио-де-жанейро идем сука 740 не могу поверить я настолько себя хреново чувствовала в такое время она настолько не моем не было плохо взяли бутербродов этот мог с него за сети фан сто лет я не видела сушатыша имя поменял или страничку или что спасибо спасибо отметки а даже не знаю как тебя отметить потому что не будет что у тебя случилось странице серьезно я взял кредит такой замужал слушай прикольные крестинки нет ты чё это в лог youtube да смотри конечно давай удачи блин это же сифа правда так даже девятый нет ты чё такой у нас сегодня аутфит серёж я еще не перешла на режим шорт ты уже вообще вообще во всю я не приступить эту черту знаешь когда ты начинаешь носить шорты попробовать то все больше ты обратной дороги нет правда я потом до октября хожу и в октябре уже приходится потому что просто холодно я до первого снега так я все это время не снимал ребят разыграем заново я все четыре тысячи шестьсот углей сэконом нет я сняла три платно один бесплатно а ты что действуешь потому что я уже потом озноровилась что не загорелая такая заново снимаю потому что не снималась в то время все повторяем диалог а не загорелая хорошо выглядишь да да ом ты куда смотрим шрифт мы выбираем шрифт а не сгорала какую-то что ты не рекомендуешь вот это ничего такое да вот этот ома невозможно за снять он просто ну ловим быстро очень да он его невозможно малыш чуть-чуть мальчик такой что когда кастрация мы брим забыл ручку побрить вот так пушок который есть у всех в других местах кастер поврела конечно блин мне кажется что большое где-то вот здесь да может да на весу это делать да мне надо просто понять блин теперь не понимаю вроде мне или нет значит вечные сомнения а что шрифт размер может самый маленький может и шрифт ну что сейчас они снимут бумагу будет понятно а еще снимать надо ее нет мы так оставим ну ясненько да не класс думаешь или лучше более я баба больше даже она такая маленькая ну-ка давайте не знаю нравятся ли мне вот эти высокие буквы эксперт лучше делать буквы не ниже но шире ну что стильные выглядят с вами пока вырубай камеру 3x надо подумать мы передумали у нас новый шрифт что-то поняла что все-таки тот встал уже как-то все да это по стильней все сереж оператор душный с гонором с авито на авито взяла так но это уже точно получше да где она мне кажется я нужно немножко разумеет так давай какую-нибудь цитатку прочитай если волк молчит нет стой стой если волк молчит то лучше его не перебивай джейсон стэдхэм джейсон стэдхэм однажды однажды мне сказали дотерпеть до дома но я ведь не терпила джейсон стэдхэм такая чушь фок мы снимаем просто лютый скандал сейчас не обязательно прям приближать это некрасиво это не рилс мы снимаем влог сережа алло блин ужасно бесячий день вы сделали татуху сделали коррекцию предыдущих вы спросите лис какой смысл у этих всех татуировок я скажу ребят смысл здесь очень глубокий в каждой из этих татуировок есть целый мир на самом деле естественно смысла нет естественно посвященная сестре как это мило лис я не знаю даже что сказать спасибо это так великодушно а здесь знаешь что ты а здесь токарев с другой стороны на другой руке на другой руке токарев почему токарев твое фамилия токарев шатилова омми ван лав и омми и и и и и Продолжение следует...